Ну и еще, видите, важный момент. Те, кто находится за пределами, очень много людей, которые не могут ездить домой. Я сам, ладно, домой не могу ездить, да, окей. Но если бы эти мрази, находящиеся там, не использовали бы вот членов семьи. Как ты думаешь, есть ли в Чечне у новых молодых поколений проблема с чеченским языком? Я сам не из Чечни. Я знаю, что у многих бывших советских колоний борьба за независимость началась с языка. Конечно, есть огромная проблема у нас с языком. Он у нас вымирает. И я вижу некоторых... Как бы их правильно назвать? Не блогеры даже, но это скорее учителя, наверное. Ребята молодые, которые занимаются вопросами языка чеченского. То есть у них какие-то, например, аккаунты в социальных сетях, в Инстаграме, допустим. И они там набирают группы, обучают, делают какие-то поучительные ролики, видео. И очень полезные какие-то старые чеченские слова. Допустим, у нас сейчас очень много русских слов в обиходе. Когда мы говорим на чеченском языке, мы не применяем чеченские слова. То есть русские слова, можно сказать, вы вымыли чеченские слова из обихода. И то есть говоря на чеченском языке, мы употребляем какие-то русские слова. Там поезд, допустим, ну и так далее. И вот эти вот ребята, они делают эти ролики, показывают, учат нас этим словам. То есть это очень, на самом деле, полезная работа, за что им огромный респект. Они, это понятно, что это их деятельность, они на этом, плюс они зарабатывают, они набирают группы, они проводят платное обучение детям. Но это очень полезная работа. И было бы хорошо, чем больше у нас будет таких людей, чем больше будет, чем больше молодых будет обучаться нашему языку, тем больше шансов на то, что этот язык у нас не исчезнет. Так, как видите, у нас огромная часть нашего народа находится за пределами республики нашей. И здесь, за пределами, сохранить чеченский язык еще сложнее, чем дома. Представьте, дома его очень плохо сохраняют. У нас в школах просто предмет есть, там один чеченский язык. Сама школа, преподавание, вся программа, все на русском языке. Не просто один урок родного языка. Просто ты какой-то стих там на чеченском языке выучишь, расскажешь. Ты просто там какое-то упражнение выполнишь, все. Этого очень мало. Нет документа оборота на чеченском языке. Нет телевидения, которое обещало бы только на чеченском языке. Нет изданий, газет, ничего. То есть, сама вот эта вот оккупационная власть, она абсолютно не заинтересована в том, чтобы чеченский язык сохранялся. Единственное, он на чеченском языке освещает марш радио, но это госдепартамент США. Точнее нет, конгресс США это спонсирует. То есть, у нас конгресс США занимается вопросами сохранения нашего языка, а местная оккупационная власть, она, конечно, этим не занимается. И вот представьте, в этих условиях, когда у тебя в республике язык, по сути, умирает, а за пределами это еще сложнее, потому что дети здесь идут в местные школы, они там местные садики, местные вузы, они выходят во двор, общаются, там у них круг общения, друзья, это какие-то местные ребята. То есть, они только у себя дома могут говорить на чеченском языке, и то даже это во многих семьях не происходит. И, естественно, сначала появляются там, уже здесь какие-то свои диалекты появились, это тоже неизбежно. Какие-то слова там вообще теряются, и, соответственно, вот это поколение, ладно, эти сейчас еще будут там что-то понимать, мы будем им говорить на чеченском, они будут нас понимать. Но они своим детям уже не будут говорить на чеченском, понимаете? То есть, их дети уже все, они даже понимать не будут языка. И здесь поэтому важно, чтобы у нас дома этот язык, ему уделялось внимание, и если эта власть оккупационная, она не уделяет этого внимания, вот эти вот люди, уделяющие внимание, занимающиеся этим вопросом, обучающие детей, это просто огромный респект этим людям. Так, я казах из Казахстана, когда я рос, то в городе была чеченская диаспора, и несмотря на то, что не изучался чеченский язык, чеченцы общались между собой на чеченском. Да, но, видите, это, если вот это пустить на самотек в стране или в каком среде, где основная часть людей это не чеченцы, то есть, там, где на улице не звучит чеченский язык, где не преподают на чеченском языке, где только вот дома говорят на чеченском, или чеченцы между собой, когда встречаются, говорят на чеченском, то неизбежно язык умрет. Даже если мы сегодня будем, там, со своими детьми говорить на чеченском, они будут нас понимать, мы будем встречаться, говорить на чеченском, там, то эти наши дети, они в любом случае по уровню знания будут хуже знания чеченского языка, и они уже между собой даже не будут его использовать. Здесь это очень актуальная проблема, потому что дети наши, живущие здесь, между собой им удобнее использовать местные языки, на которых они учатся в школах, в садиках. Они уже между собой говорят на местных языках. Соответственно, если они так между собой говорят, то своих детей они уже вообще не будут учить чеченскому, понимаете? То есть буквально одно поколение пройдет, и чеченский язык здесь умрет, если этому не будет уделяться внимания у нас дома. Видите, в нормальной ситуации, если бы у нас была бы своя страна, ну и даже нет, даже если бы, даже вот эта вот оккупационная власть, если бы она хотя бы заботилась бы о чеченском языке, если бы этот вопрос их волновал бы, сохранение чеченского языка, даже вот будучи российскими чиновниками, то у нас дома были бы издания на чеченском языке, у нас было бы телевидение, которое бы вещало исключительно на чеченском языке, круглосуточно, понимаете, новости, программы, всякие передачи. Не так, что у тебя вся сетка там 23 часа на русском языке и 1 час на чеченском. Этого недостаточно, понимаете, там наоборот это все должно быть. Отдельное должно быть телевидение на чеченском языке. Тогда мы могли бы, у нас была бы возможность хотя бы, надежда была бы на то, что будет сохраняться, будут писаться книги там. Ну и еще, видите, важный момент, те, кто находится за пределами, очень много людей, которые не могут ездить домой. Я сам, ладно, домой не могу ездить, да, окей. Но если бы эти мрази, находящиеся там, не использовали бы вот членов семьи в качестве инструмента давления на того, с кем они не согласны, то, допустим, у них есть со мной проблема, была бы она чисто со мной, а мои дети, например, могли бы свободно приезжать домой, то это тоже очень важный момент, когда дети приезжают, проводят какое-то время дома, попадают в среду, где все говорят на чеченском языке обычай, традиции, все перенимают. Но они, видите, они создают такие условия, когда дети таких, как я, и наши там ближайшие родственники не могут поехать домой. Они сразу будут взяты в заложники, и через них там будут попытки оказать давление, заткнуть нас. Поэтому, а представьте, сколько здесь таких, как я. И все наши дети не могут посещать Чечню. В общем, вопрос все равно упирается в то, что там находятся мрази. Если бы не мрази, и чеченский язык бы процветал, и мы говорили бы на нем, и наши дети бы говорили на нем. Вся проблема в том, что там находятся мрази. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok